Всем привет, с вами Артём Бёрдман и канал Язык Кино. В этом видео я хочу поговорить о работе с монтажом Дэвида Финчера на основании интервью режиссера монтажа Кирка Бакстера. Кирка работает над фильмами Дэвида начиная с Зодиака и за это время получил две премии Оскар за лучший монтаж и статус одного из лучших монтажеров в истории кино. Бакстер раскрыл довольно много примечательных моментов в работе с Дэвидом в интервью для книги Стивена Халфиша «Профессия режиссер монтажа». Я буду цитировать это интервью и давать свои краткие пояснения, ибо без них будет тяжело воспринимать эту информацию. А теперь давайте начнем слушать и анализировать слова Кирка. Если Финчер снимает общий план с довольно сложным движением камеры, скорее всего он рассчитывает его увидеть, поэтому я ставлю маленькие маркеры, сообщающие, использовать этот кадр для этого момента. Теперь я знаю, что остальные кадры для этой фазы можно не рассматривать. Затем я вникаю в тонкости актерского исполнения до и после движения камеры. К примеру, в трехминутной сцене у меня есть парный кадр и крупный план конкретного актера, и в середине сцены камера перемещается из одной точки в другую. И я знаю, что для этого отрезка мне не нужно тщательно изучать актерское исполнение в других шотах. Я могу спокойно использовать дубли общего плана. Теперь давайте я отдам некоторые пояснения. Тут Кирка рассказывает о довольно интересной детали. Как вы наверно знаете, Финчер небольшой фанат использования движения камеры, а в одном из интервью он даже признавался, что ненавидит стадикам. Дело в том, что Дэвид очень взвешенно относится к движению камеры в своих фильмах и не использует его, если это не лучший способ рассказать историю. Давайте возьмем конкретную сцену из первой серии второго сезона Охотника за разумом. Здесь есть общий план с небольшим движением, скорее чтобы выровнять кадр и дать акцент переходам на общий план после более крупных, и таким образом визуализировать переход к новому такту сцены. При этом технически у Кирка есть огромное количество вариантов для склейки, ибо Финчер всегда снимает очень щедрым покрытием, и вместо этого шота вполне могло быть много других вариантов. Дэвид обычно кроет сцену с большого количества точек съемки и снимает на несколько камер одновременно. Это вполне может быть пять, шесть, семь камер на один дубль. Кстати, когда вы слышите, что Финчер сделал 40-50 дублей, вы должны понимать, что скорее всего речь идет о всей сцене, а не одном кадре. А теперь давайте рассмотрим какие варианты скорее всего были у Кирка в монтаже. Здесь у него был вариант среднего плана на Холдена с плеча Грега, средний на двоих на Венди и Грега, одиночный крупный план Билла, план с плеча Билла на Холдена, кадр с плеча Грега на Билла, кадр с плеча Венди на Холдена, шот с плеча Холдена на Венди, одиночный крупный план Грега, ну и сам общий план. То есть если я ничего не забыл, то тут у режиссера монтажа было 9 вариантов для склейки. При этом я думаю, что большинство камер снимали одновременно, и это еще больше развязывало руки Кирку. Но такая вариативность соответственно требует изучения каждого кадра на предмет актерской игры. И тут мы вспоминаем, что таких дублей у Дэвида может быть 50, то есть грубо говоря умножим 50 на 9, получим 450 вариантов для склейки именно с позиции кадров и дублей, не беря во внимание фазы кадров. То есть Кирк понимает, что тут должно быть движение камеры просто отсмотрит условно 50 общих планов вместо 450 кадров. Таким образом он сэкономит время, которое в монтаже Финчера ему ой как понадобится, о чем мы еще поговорим далее. А теперь вернемся к словам Кирка. Последний дубль я смотрю первым и двигаюсь в обратном порядке. Ведь начав смотреть с первого, я решу. Этот хорош, ох, ну и этот хорош. А просматривая в обратном порядке, я обычно вижу ухудшения и в итоге делаю более четкий выбор. Первым делом я просматриваю каждый кадр сцены, чтобы получить представление о ее развитии. И если есть крупные планы и сверхкрупные детали, я понимаю на что нужно обратить внимание зрителей. Итак, после того, как я все просмотрел и понял, я беру последний дубль каждой сцены и размечаю их для своих ассистентов. То есть если это трехминутная сцена с 30 репликами, я начинаю делать склейку каждый раз, когда место для нее мне кажется естественным. Чем сразу смотреть весь дубль мастера, я посмотрю его, возможно, восьми порциями. Порежу каждый дубль на одинаковой части и соединю их вместе. Теперь вместо того, чтобы оценивать весь трехминутный кадр, когда невозможно идеально запомнить каждый крохотный момент в нем, я оценю только эти моменты, расположенные друг за другом. Думаю, последний момент стоит прояснить. Под мастером тут имеется в виду мастер-план, то есть общий план, который охватывает всю сцену. Как я уже говорил, Финчер кроет сцену несколькими камерами, поэтому он может снимать общий план одновременно с крупными и средними. При этом Кирк может не смотреть весь общак, потому что и так, по сути, отсматривает его в процессе просмотра остальных дублей. В этом ему как раз помогают съемки многокамерным покрытием Финчера, и таким образом он экономит время на монтаже. А теперь вернемся к интервью. После отбора я собираю все это вместе так, что у каждой конкретной реплики может быть три дубля на мастере, три дубля на кадре через плечо, три дубля на парном кадре, три дубля на крупном плане для каждого момента сцены. Это может быть трехминутная сцена, но теперь это 12 минут материала. Затем я показываю его Дэвиду, и он говорит «Отлично, нет, да, хорошо». И получив от него отклик, я монтирую сцену. Теперь давайте поясним некоторые моменты, что тут делает Кирк. Он берет сцену на четыре камеры, хотя стоит сказать, что четыре точки съемки тут лишь условность, и в реальности их может быть шесть-восемь. Затем он собирает, по сути, колбасу из монтажа, используя три разных дубля каждого из четырех кадров сцены для каждой реплики. То есть каждая реплика будет на общем плане, на плане через плечо, на крупном плане и на кадре на двоих. Таким образом получается колбаса на 12 минут из трехминутной сцены на четыре камеры. Но опять же, четыре — это не самое частое явление у Финчера даже при диалоге на двоих. И в реальности там может быть опять же шесть-восемь камеры. То есть может быть 18-24 минуты такой сборки, которая даже не считается черновой. А теперь мы вспоминаем, что таких дублей у Финчера может быть 30-50, и это значит, что для каждой из них Кирк собирает такую вот колбасу. Это очень трудоемкий процесс, который, стоит сказать, вообще очень редко встречается. Но таков Финчер, и он пытается всегда видеть много вариантов. Вернемся к интервью. Закончив это, я могу вернуться к отснятому материалу, если что-то упустил. Это трудоемко, но в конце концов результат стоит того. Это очень специфично, поскольку разбито на эпизоды. И это ему нравится. Ну ему, то бишь Финчеру. Если бы я сразу же выслал ему сборку, это вызвало бы у него беспокойство, и он бы сказал, а как насчет остального хорошего материала? Он снимает с большим покрытием, поэтому если он дал мне материалы с камеры, а я приставил бы ему в ответ монтаж, и сказал бы, вот так и должно быть, я уверен, он спросил бы, но как-то пришел к такому выводу. Поэтому, когда я рассказываю о процессе монтажа, он спокоен, зная, что все проверяется и есть выбор. По мере продвижения работы мы вносим правки, пока он снимает, так что я на 3-4 дня отстаю от съемок. Тут я дам короткий комментарий. Обычно режиссер монтажа начинает монтировать параллельно со съемками, чтобы получить уже варианты монтажа для понимания того, что сам фильм складывается. Это очень важно, ибо если что-то не выходит и планируется какой-то досъем, его проще сделать в момент продакшена, а не после завершения съемок, ибо тогда сложнее собрать съемочную группу, которая может разойтись по другим проектам. Вернемся к Кирку. Финчер видит промежуточные результаты, входит в систему и смотрит, что я ему недавно отправил. И даже после отправки полной версии монтажа он может усомниться в определенном моменте. В следующий раз, когда и вышли монтаж, это будет сцена как прежде, но когда он дойдет до момента этого сомнения, то появится три варианта подряд, из лучших или только один-два, или я возьму звук из лучшего крупного плана и помещу его в два разных варианта из двух кадров. Режиссеру нравится такой большой выбор. Я тоже люблю так работать. Я считаю, что за счет большого покрытия Дэвида, сцена, смонтированная вместе, кажется гораздо более динамичной, потому что не все время ты возвращаешься к одному и тому же ракурсу. Например, если один актер произносит свою реплику фронтально, а затем ты перескакиваешь на другую сторону стола к реплике второго актера, то когда возвращаешься к первому персонажу, можешь использовать в монтаже другие шоты, а не вновь использовать фронтальный ракурс. Вот где разница в работе с Финчером, и вот в чем прелесть фильма «Социальная сеть». С таким большим количеством прямого диалога, когда имеется зал заседаний и все говорят одновременно, у вас появляется представление о том, от кого исходят слова. Вот почему всегда есть возможность двигаться, и это обычно выглядит свежо. Меня постоянно впечатляет то, как он снимает сцену, ведь учиться увлекательно. Приятно иметь такой выбор, хотя и сложный. Давайте теперь проясним, о чем идет речь. Для этого нам опять стоит обратиться к тому самому многокамерному покрытию Финчера. В силу того, что режиссер снимает несколькими камерами одновременно, как я уже упоминал, на монтаже есть много возможностей для выбора, и часто игра одного актера может охватываться несколькими камерами. Кирк имеет в виду, что если вы видели условный средний план, затем перешли на обратный шот, и далее по возвращении вы можете использовать, к примеру, уже другой кадр, например, крупный план. Таким образом создается возможность избежать повторения одних и тех же кадров, что как раз создает динамику, о которой говорит Кирк. Вот, к примеру, давайте рассмотрим сцену из фильма «Старикам тут не место», где почти вся сцена снята кадрами через плечо. То есть тут мы видим чередование двух шотов почти на протяжении всей сцены, что в какой-то мере приедается. Но стоит сказать, что это не значит, что эта сцена плоха. Просто если бы тут было нескольких точек съемки, то она выглядела бы более динамичной. Но стоит сказать, что в случае манера съемки Коинов с любовью к широкоугольным объективам, тяжело было бы снимать эту сцену на несколько камер. А вы в комментариях мне напишите, почему. И также стоит отметить, что именно тот факт, что съемка у Финчера идет многокамерным покрытием, дает возможность не сильно беспокоиться о непрерывности действия, ибо все движения фиксируются на все камеры, и можно спокойно переключаться между ними, как душе угодно, если они только между собой монтируются. Давайте вернемся к словам Кирка. Дэвид не станет сидеть рядом со мной и работать, он только лишь войдет взглянуть на выполненные мной. Если я в чем-то не уверен, могу попробовать три разных варианта. И он отреагирует на то, что в нем откликается, а я перейду на тот, который он предпочитает. Мне кажется, ему по нраву, что я не тот человек, с которым пришлось бы бороться словесно. Конечно, это не значит, что я слабак. Мои аргументы в работе, которую я представляю, они в попытках убедить режиссера. К тому же Дэвида особо не уговоришь. Его либо можно убедить с помощью материала, либо вообще никак. Неизвестно, как его успокоить, позволив увидеть выбор, и приятно слегка облегчить ему жизнь. В этих словах также проявляется интересная черта Финчера, которую я заметил и в других интервью специалистов, что с ним работают. Дэвид всегда ищет варианты. Для него очень важна возможность выбора. Он часто просит сделать около 10 или даже больше версий, а затем выбрать из них три, по которым будет идти более плотная работа. Мне кажется, что это очень интересная идея, ибо она может помочь убедиться, что ты нашел самое лучшее решение из всех возможных. В этой связи рекомендую вам посмотреть разбор Кирка, сцены из второго сезона «Охотника за разумом», где как раз упоминаются три варианта монтажа сцены, которые использовали Бакстер и Финчер. Вообще, эта сцена – один из лучших примеров монтажа, что я видел, а этот ролик раскрывает, как мысли это монтирует один из лучших монтажеров в истории кино. Это видео можно посмотреть на моем канале по подсказке или по ссылке в описании. Если вам интересно еще погрузиться в режиссуру Финчера, то на канале есть целая серия роликов, посвященных культовому режиссеру. Ссылка также в описании и по подсказке. Думаю, в этом ролике я раскрыл много интересных тайн в методе работе Финчера. Лично я был рад поделиться этим роликом с вами, да и самому взять эти идеи на вооружение. Чтобы воздать по заслугам труду Кирка и Дэвида, ставьте этому видео лайки, восхваляйте двух этих крутых парней в комментариях, Ну а если вы тут впервые, то добро пожаловать в этот мир кино, вход в который лежит через кнопочку подписаться внизу под этим видео. Всем вам большое спасибо за просмотр и да пребудет с вами Дэвид Финчер. Всем пока!